Сергей Чекрыгин, телеканал Донбасс. Самая дорогая постановка оперы Рихарда Вагнера. Сегодня в Донецке состоялась долгожданная премьера «Летучего голландца». Подготовка уникального спектакля длилась полтора года. Современные технологии и немецкие режиссеры сделали мистическую историю более реалистичной. Эксклюзивное видео с премьеры привезла наш корреспондент Анастасия Пугач. Это эксклюзивное видео. Съемочную группу телеканала Донбасс пустили за кулисы в день премьеры. Всем остальным СМИ съемки спектакля запретили. Вот оттуда тепло идет дальше. Вот так вблизи выглядит девятитонная сцена, которая во время спектакля имитирует палубу «Летучего голландца». Сложная задача стоит перед хором Донецкого оперного театра. Нужно двигаться, иногда даже ползти и петь одновременно. Всего в постановке оперы задействовано 300 человек. Самой юной участнице всего 7 лет. Лея Бочарова играет главную героиню в детстве. Меня будут потом забирать призраки, потом Эрик и на столе. Ага, а что будет на столе? На столе у меня такая будет маленькая кровь, свеклы. На премьеру оперы «Летучий голландец» прибыло немало вип-гостей. Самую долгожданную постановку года не пропустила и супруга президента Людмила Янукович. Приглашал очень господин консул, господин посол. Хочется сесть и насладиться этим действом. Думаю, увидим хороший спектакль, прекрасные голоса, замечательные декорации. Специально из Киева на премьеру в Донецк прилетел посол Германии в Украине господин Кристоф Вайль. Он признался, что у себя на родине уже был на «Летучем голландце». Но оперы в формате 3D-шоу ему видеть еще не приходилось. Это прекрасный украинско-немецкий проект. То, что будет происходить в Донецке, уникально. Все, кто задействован в этом спектакле, в полном восторге от работы. И низкий поклон всем, которые участвовали. Этот спектакль готовили специально к 200-летнему юбилею Рихарда Вагнера. Бюджет современной постановки классической оперы – 100 тысяч евро. Генеральным партнером театрального проекта выступила группа компании «СКМ». Сегодня в зале полный аншлаг. Билеты на сегодняшний спектакль были раскуплены еще за несколько месяцев до премьеры. Ну а тем, кто не попал сегодня на «Летучего голландца», такой шанс предоставится в середине декабря и феврале. Ну а весной эту грандиозную постановку увидят и жители столицы. Анастасия Пугач, Максим Савченко, Вадимир Пельгук и Александр Горенко. Телеканал «Донбасс».